Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня читаю о том, что в России предложили запретить работу алкомаркетов в выходные дни. Речь идет о магазинах, в которых алкоголь составляет не менее 70% ассортимента. Здесь опрос, как сам алкогол устроил, поддерживайте, не поддерживайте. Друзья, интересно, вот я хотел напомнить о своем предложении по опыту других стран. Алкомаркеты, сейчас их очень много, наверняка вы тоже это видите на улицах своих городов. Очень много алкомаркетов в уголь-то покурения вредит здоровью. Бывает даже по два в одном доме, если дом длинный с одной стороны и с другой стороны. И, как правило, именно около этих алкомаркетов собираются люди, распивают. С другой стороны, где подъезды, например, или с этой же стороны подъезда могут быть, стоят бутылки у близлежащих подъездов. Бывает, молодежь, затариваясь, ну, как молодежь, относительно молодежь, могут даже в подъезд заходить какой-то там, если им негде это делать в холодное время, и устраивать там тоже какие-то постоялки, не посиделки, а постоялки. Стоят, общаются, то есть это, естественно, не нравится жильцам. То есть сам этот алкомаркет, он притягивает, соответственно, людей определенного плана. Не всех, естественно, но тем не менее. И по опыту других стран я предлагал, вы знаете что, вынести алкомаркеты из городов. То есть, вот сделали, помните, когда были игровые вот эти автоматы, игровые зоны. Где-то они находятся, по-моему, никто не знает особо, где они находятся, но тем не менее, просто убрали все это из городов. Вот мне кажется, с алкомаркетами стоит поступить так же. Гораздо будет цивилизованнее ситуация. Потому что и самое главное сделать, например, несколько точек определить. Там муниципальные власти, допустим, определят несколько точек за пределами города, где, соответственно, будет продаваться алкогольная продукция. Но сделать так, чтобы эта точка с алкогольной продукцией, допустим, она находилась рядом с опорным пунктом полиции. Или с территориальным подразделением полиции. Вот это будет вообще шикарно абсолютно. Почему? Потому что, значит, и рядом, чтобы был круглосуточный спортивный комплекс. Вот так. Я считаю, что это очень полезно, потому что человек будет приезжать, и будет сразу ему вот или спорт, или сюда. И полиция рядом, чтобы не собирались, чтобы не было криминального фактора около этих, соответственно, пунктов. Представьте, нет алкомаркетов в городе. Вообще нет. Если их нет, конечно, могут люди поехать, если тебе нужно, закупиться, соответственно, привезти домой и распивать. Меньше будут, а, меньше будут распивать на улице. Просто потому что нельзя выйти, купить и пойти, например, там, в выходной день вечером или еще что-то. Б, значит, меньше будет криминала, потому что, соответственно, кто-то закупился, кому нужно. Как это, день рождения, там, свадьба, еще что-то, гости приехали. Привез, дома, все, дома это все происходит. В, значит, соответственно, меньше будет грязи, меньше бутылок вокруг этих алкомаркетов. Да меньше Г, вы знаете, меньше будет, в принципе, соблазна. Человек не всегда захочет ехать. Ладно, вот здесь по пять штук в каждом доме, вышел, купил там. А так сидишь дома, или человек сидит дома, ему захотелось там что-то, не спортом заняться, а куда-то поехать там, я имею в виду, там, выпить, например. Неохота ехать. Ладно, не поеду там, вон есть, не знаю, там, какие-то тренажеры в парке, пойду позанимаюсь лучше. Допустим, это, конечно, я идеализирую, кому надо, тот доедет, но тем не менее. Плюс еще один фактор. Бывает, сходили и вроде как посидели, цивилизованно, но надо еще. А там уже и начинается криминал, потому что уже себя не контролируют. Все это исключено, потому что, например, съездили, приехали, дальше уже за руль не сядут ехать, потому что все, это уже страшно права потерять и так далее. То есть купили конкретное количество, второй раз не поедут. Это сокращение числа, количество потребления алкоголя существенно. Конечно, я думаю, что алкогольное лобби, что называется, не допустит таких вещей, но в странах, я почитал вчера, где были приняты такие решения, гораздо цивилизованнее ситуация. То есть, пожалуйста, хочешь покупать, езжай за город, покупай, соответственно, привози домой, там, не знаю, или еще что-то, но в городе алкомаркетов нет вообще. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, приглашаю вас на свой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там вести о видеополитике, о которых здесь нет, новости 24 на 7 с моими комментариями. Мои какие-то личные фото, видео, ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Обязательно нажимайте, подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, я приглашаю вас на свой сайт буддагришна.ком для бизнесменов-предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите мое видеообращение, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.